всем привет друзья мои меня зовут наталья я рассказываю о том как мы с моей мамой живем в германии как мы приехали из украины и живем в германии сегодня был очень тяжелый день очень много стресса моя мама попала в больницу ей вызвали скорую я сейчас расскажу все что случилось для тех кто впервые на моем канале я хочу сказать что моя мама живет в доме престарелых в городе мюнхене вы можете посмотреть видео об этом на моем канале я оставлю ссылки в описании о том где живу я о том где живет моя мама почему она там живет как только она приехала в германию ее обследовали врачи она была только после инсульта поэтому ей назначили лечение и это лечение очень благотворно на нее повлияло вот полтора года уже прошло она живет полтора года в этом доме престарелых и она и ее состояние стабилизировалась она стала себя чувствовать лучше она лучше стала ходить разговаривать то есть в принципе уже пошло улучшение она от полтора года живет в доме престарелых потому что в ее состоянии нельзя было ее поселять в хайм или в общежитии куда-то или в лагерь для беженцев потому что тогда беженцы в разделе и расселяли везде в спортзалах в общежитиях в отелях но по ее состоянии ее нельзя было поселять в таких местах и ее поселили в комфортабельном месте под медицинским наблюдением в доме престарелых и мы написали прошение но я написала прошение о том чтобы нам разрешили же проживать вместе так как я проживаю в общежитии для беженцев а моя мама в доме престарелых мы попросили чтобы нас нам разрешили жить вместе и мы ждем этого разрешения но четыре дня назад у нее повысилось давление начало повышаться давление и обычные препараты уже не помогают и у нее сегодня утром когда я приехала я померила ей давление у нее было 200 на 120 я вызвала скорую помощь приехала бригада скорой помощи огромное им спасибо очень квалифицированные очень внимательные просто прекрасно оказали первую помощь тут же сразу приехала еще бригада приехал врач ей сделали все необходимые проверки сделали кардиограмму в общем но все что нужно проверили давление было уже больше двухсот и поставили ей капельницу чтобы сбил сбивать это давление потому что с таким давлением нельзя ее транспортировать и когда давление уже достигла 190 то ее это где-то около часа все продолжалось ее тогда отвезли в больницу я поехала вместе с ней вот эта бригада вот потом еще одна приехала вот я потом поехала вместе с мамой но внутрь в палату меня не пустили я осталась внизу ждать результатов и когда у нее состояние более менее стабилизировалась я тогда уже смогла уехать ее поместили в клинику в сердечную клинику как это клинику по заболеваниям сердца вот так как-то сказать вот я ее там оставила сейчас она чувствует себя ну более менее стабильно даже вот по телефону она смогла со мной разговаривать конечно она еще очень слабая и она там будет пока ее состояние стабилизируется и потом ей наверное назначат другое лечение возможно дозу увеличат но я переживаю о том что это повлияет на то что нам все снова не разрешат жить вместе по крайней мере какое-то время и нам снова придется ждать полтора года вот мы уже ждем и нам наверное снова придется ждать этого разрешения чтобы проживать вместе но самое главное это мамина здоровье самое главное его ее самочувствие чтобы у нее было все хорошо это сейчас самое главное и сегодня меня опять чуть не оштрафовали я была в состоянии стресса сильно нервничала переживала и когда в поезде подошел контроль я начала в телефоне своем открывать приложение дойче бан чтобы показать свой билет который у меня в телефоне находится и почему-то это приложение начала запрашивать пароль я ну то есть я не знаю почему она всегда была открыта я его не закрывала но как-то вот за начала запрашивать пароль я от волнения никак не могла правильно набрать этот пароль я растерялась в общем пока я пыталась это сделать мне выписали штраф 60 евро но они сказали что если у вас действительно там билет есть вы потом можете просто онлайн там ввести вот эти цифры и все как бы аннулируется и как только этот контролер отошел от меня у меня наконец-то получилось правильно набрать этот пароль и я вам говорю подождите подождите вот все работает у меня и вот он прямо там отменил мне этот пароль ну-ка в короче говоря и так было в стрессе еще сильнее стресса нула в общем вот такой сегодня был день желаю вам чтобы у вас все было всегда хорошо берегите себя своих близких я не прощаюсь с вами до встречи в моих новых видео всем пока пока